Добрый день! 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 С притки адреса Беларусь в командном первенстве! Что касается следующего года, следующего четырехлетия, можно сказать, оставаться при таких же планах. в принципе, активно сотрудничать с нашей Федерацией, Белорусской Федерацией Легкой Атлетики. Головный выник у партых тренировок – выступления на Олимпийских гульнях. На головных стартах 4-го Деурея-де-Жанейро у складе национальной сборной были 5 выхованцев областного центра. Сироты их Екатерина Поплауская. Зараз Яна Дареши находится в отпуске, однако отсутствие с начинающими спортсменами никогда не отмывается. Яна делится уражениями от Олимпийских баталий и мотылуя будущих зорок спорту пленно тренироваться. Ну это, во-первых, интересно, это где-то за границей, международный старт, много новых людей, много нового и интересного. А бесценный опыт это в том, что это международные все-таки соревнования, это не республиканский уровень, это очень престижно. Ещё одна знаковая подея по дарунке спортсменам и их тренерам за высокие спортивные досягнения. Четырём спортсменам урушают посвящение маэстроу спорту. Отримливая его и Кристина Концаренко, якой у сего 16 годов, что для лёгкой атлетики довольно незвычайная з'ява. Зараз для Кристины и усих этих ребят начинается отвлек нового периода у их спортивном житти. Напруженная праца и жадание отчуть смак-перамок обовязково приведуть на самые высшейшие ступени пьедысталу гонору. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадио-компания «Гомель». Гэтэ, а таксама иншэ новіны, вы можете знайсці на нашым сайті у интернеті по адрэсі www.tvrgomel.by. На гэтэм выпуск завершенный у студы працевала Наталя Игнатянка. Мы сочым з развіцём падзею «Гомелі» в області. Заставайціся з нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова